МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На практике проводить такую спасательную операцию приходится не так часто. Например, в этом году в регионе еще не было такой честной ситуации, когда понадобилась бы помощь вертолета. Чтобы спасатели не забыли свой навык, такие учения проводятся раз в квартал. Сегодня у них приняли участие сотрудники специализированных пожарно-спасательной части 45 человек и сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области. Один подъем длится 15 минут. За это время десантироваться должны более десятка спасателей. Минимальное количество человек, которые нужны для проведения операции, пятеро. Трое экипаж, два пилота и бортинженер. Еще выпускающий, который контролирует процесс, и сам спасатель. Спасатель подходит к выпускающему. Выпускающий закрепляет веревку, впасовывает в спусковое устройство спасателя, значит, дает сигнал на выход, и начинается работа по спуску на землю. На спасателе индивидуальная страховочная система. С помощью элементов альпинистского снаряжения она цепляется к веревке, которая закреплена в кабине вертолета. Это не единственное учение спасателей, в которых они принимают участие во время службы. На других точках отрабатываются алгоритмы спасения в моделированных чрезвычайных ситуациях. Существует семь видов рисков, на которые мы реагируем. Это включает наводнение, химическое рационное заражение, обрушение зданий, авиакатастрофы. Это самые такие крупные, техногенного характера, паводки, во всем мы принимаем участие. Умение спускаться с вертолета без использования парашюта спасатели чаще всего используют в местности с неровным ландшафтом. В основном вертолеты со спасателями и веревками вылетают на наводнение, когда спасать людей приходится буквально с крыш затопленных домов. Зимой с помощью беспарашютного десантирования спасают рыбаков на льдиных. Отработка навыка проводится круглогодично. Проводим обучение спуску с летательных аппаратов, в данном случае вертолет Ми-8, с целью обучить спасателей авиационным методом спасения. Спуск по веревке и дальнейшие возможные варианты, подъем лебедкой пострадавших, эвакуация из блокированных территорий, как то возможны отцепленные пожары, населенные пункты, либо затопление. Следующий этап учения спасателей – эвакуация пострадавших или подъем грузов таким же беспарашютным способом. Для отработки этих действий необходима обустроенная вертолетная площадка. Сегодня все спасательные формирования справились со своей задачей в установленное время.